В Набат местные активисты забили сразу после выхода документов от глав архитектуры. По ним получалось, что 60 гектаров земли сельхоз назначения уже перевели в территорию для складирования отходов. Участок в 12 километрах от Рязани, вблизи деревень Агаркова и Матчина. Причем, судя по карте, оба населенных пункта в санитарной зоне, где жилых строений быть не должно. Знаете, какая наша городская свалка огромных размеров, и что она уже исчерпала свой ресурс. Если вдруг образуется такая же свалка вдоль нашего участка, границы поселения, то просто вымрет вся деревня, задохнется. И, соответственно, все стоки при таком расстоянии 20-30 метров местами до начала деревни будут весенними паводками водами все на наши огороды и, соответственно, дальше по склону в речку Шумку, которая тоже в черте нашей деревни находится. В данном постановлении не было указано речки Шумка, которая берет свое начало буквально метров 300-400 вниз от данного места. На ней расположено несколько водоемов довольно-таки крупных. Дальше эта речка Шумка впадает в Павловку, Плетенку и, соответственно, в Ваку. Мусорный полигон пока что существует только виртуально, в умах местных жителей. Потому как в региональном правительстве сегодня уточняют – никаких решений нет. В специальном пресс-релизе указано, что это лишь гипотетическая возможность. Тем не менее, местные в тревожном ожидании. Вода, здесь сплошные родники, будет отравлена. Роза ветров располагается так, что в основном дует все отсюда на Рязань. А это значит, в Рязани будут дышать и пить воду отравленную и воздух отравленный. Ну, извините, это противоречит всему, что у нас написано в Конституции. Официально никаких действий, которые бы указывали на обустройство свалки, сейчас нет. Да и вообще, дескать, речь не о свалке, а о мусорном заводе. Вот что пишет региональный Минжекэха. Цитата. Создание дополнительного мусорного полигона для захоронения отходов дополнительно к предусмотренным в региональной схеме противоречило бы целям, установленным для сферы обращения с отходами, а именно обеспечению снижения объемов захораниваемых отходов до 50% общего объема образования. Данный участок рассматривается как одно из возможных мест для строительства высокотехнологичного мусороперерабатывающего комплекса. Создание таких комплексов нацелено на снижение нагрузки на экологию и за счет грамотной переработки позволит кардинально сократить количество захораниваемых отходов в регионе.